Здравствуйте! Сейчас я попробую наглядно объяснить, как очень быстро прекратить курить. Бросить наверное невозможно, а прекратить попытаться можно. Эту историю мне поведал святой отец Леонид. Он, скажем так, церковный служитель, но очень мудрые у него есть слова по поводу курения. Я немножко интерпретирую это все дело и попытаюсь вам объяснить. Значит смотрите, есть какой-то автомобиль. Автомобиль имеет колеса, двигатель под капотом и самое главное, он имеет выхлопную трубу. То есть, путем возгорания топлива в двигателе происходит реакция, происходит сила, которая помогает автомобилю ехать. Чем больше мы даем на газ, тем больше берет топливо двигатель, тем быстрее едет машина. Она просто летит. Отходы дыма, угарного газа, отходы топлива выходят наружу через выхлопную трубу. То есть, в автомобиле есть выхлопная труба. Если что-то здесь происходит, то как бы вот лишнее все у него уходит. Следующий пример. Есть дом. В доме есть, к примеру, русская печь. Камин, не важно что. У кого какие цели, какие взгляды на это дело. Закидывая сюда дрова, в русскую печь, мы получаем тепло. Мы можем здесь готовить. Мы можем греть дом. Можем наслаждаться просто огнем, как телевизор. Печь имеет дымоход, трубу. Значит, все, скажем так, лишний дым, угарный газ, отходы, скажем так, сгорания, выходят через трубу наружу. То есть, мы это понимаем, да? То есть, в автомобиле есть выхлопная труба, в печи, в доме есть какая-то дымоход, труба, которая выкидывает эти все газы. Берем мы нашего человека, гомосапиенсового, который почему-то, вот как-то он решил, что ему жутко надо курить. Вот у него есть кепка, нету кепки, не важно. У него есть рот. В рот он по какой-то причине вставил сигарету и получает от этого кайф. Но, если мы задумываемся, Бог же ж не создал, не привинтил ему сюда трубу, скажем так, от печи от дымохода. Вот если он это сюда вот и втягивает, то у него не выходит ничего наружу. У него нет дыма на голове и трубы нет. У него нет заслонок на ушах. Он не может регулировать тягу, меньше, больше. Он не может их открыть, чтобы отсюда тоже вышел дым. Просто никто его не монтировал. Я думаю, что если он пойдет к врачу, врач ему тоже это все не прикрутит. Самое главное, ему никто не вставил в задницу выхлопную трубу. Вот нет у него задницы выхлопной трубы. Он не может отсюда также выкидывать отходы угарного газа, дым лишний, оставляя лишь чистый никотин для своего кайфа. Вот не предусмотрено это природой. То есть понятно, мы втягиваем, а выхода через трубу, заслонки и выхлопную трубу у него как бы с этим нет. Также мы наверное поймем простую вещь, что если мы вот эти вот газы с выхлопной трубы вернем обратно в машину каким-то путем и начнем куда-то ехать. Ну собственно мы очень быстро куда-то приедем, потому что как бы дым, угарные газы и человек эти вещи не совместимы. То есть максимум через 5 минут вы достигнете какой-то цели, но вы о ней уже не узнаете. Вот так же если мы здесь вот предположим, сунем какую-то мокрую фуфайку, когда работает печь, дым пойдет внутрь дома и к утру соответственно здесь жителей не будет. Даже мух. Вот. Соответственно нужно понимать, для чего мы вот тянем эту гадость, не имея выхода. Вот задумайтесь. Очень на самом деле хорошее решение подумать о том, что вот мы делаем. Я думаю это многим поможет отказаться от этой вредной привычки и скажем так можно прекратить курить. Все. Спасибо.